добрый день зрители канала домашний очаг с мариной сегодня мы поговорим с вами о лавровом листе или как мы любим говорить просто о лаврушке давайте вспомним несколько десятилетий назад в нашей кулинарной книге на кухне всего лишь было несколько специй чаще всего это лавровый лист был перец горошком ну и практически и все но вот народная медицина обращает внимание на лавровый лист для пользы нашего здоровья и доступность интернета дает нам возможность его использовать при разных заболеваниях но дорогие друзья вот на такой фотографии начать видео конечно я хочу с вреда лаврового листа очень хочется купить свежую веточку лаврового листа но у нас нет такой возможности а покупая в магазине в пакетиках посмотрите какой может быть лавровый лист поэтому будьте внимательны и пересматривайте то что покупаете лавровый лист кроме положительного воздействия которым я говорю может оказать отрицательное влияние группу риска входят те кто занимается самолечением и используя интернет как библиотеку знаний принимает лавровый лавровые отвары без назначения врача и в больших количествах лавровый лист несет если он принимается в больших дозах большую угрозу несистемный прием специи может спровоцировать запор или вызвать отравление чтобы этого не допустить надо придерживаться рекомендации есть люди которым категорически запрещено лечение лавровым листом из-за химического состава конечно нельзя употреблять отвар крепкого лаврового листва беременным потому что он провоцирует сокращение матки и может привести к выкидышу или экономальному развитию плода непроходимость кишечника язва желудка двенадцатиперстной кишки все эти серьезные заболевания требуют специальной диеты и приемы лекарственных препаратов и лавровый лист очень плохо сочетается с такими веществами и отвары и настои способны обострить течение патологии если есть склонность к запорам прием водного настоя лаврового листа может вызвать запор чтобы избежать этого рекомендуется в период лечения употреблять много грубой клетчатки воды надо обратить внимание всем больным сердечно-сосудистыми заболеваниями так как состав лаврового листа входят вещества которые могут и повышать и понижать артериальное давление они оказывают кардиостимулирующее действие поэтому стоит осторожно принимать отвары на основе лаврового листа нельзя применять при острых формах заболеваний печени и почек в период обострения лечение лавровым листом может привести к необратимым последствиям до свойства лаврового листа выводить жидкость из организма но иногда это может спровоцировать движение камней в почках нельзя использовать лавровый лист при тяжелой форме диабета пользу принесет только тем у которых ранняя стадия диабета при тяжелой форме сахарного диабета и отвары и настои лаврового листа противопоказаны конечно обратите внимание все кто страдает аллергией лавровый лист может вызвать ее и если у вас отсутствуют перечисленные заболевания тогда мы с вами поговорим о пользе и опять же прежде всего обращая внимание что лавровый лист снижает уровень сахара в крови нам надо взять 15 листиков лаврового листа полтора стакана прохладной воды довести до кипения и дать покипеть 5 минут перелить в термос дать настояться 3-4 часа и пить порциями по 50 миллиграмм так чтобы выпить эту дозу за день повторяем всего лишь в течение двух следующих дней а потом делаем две недели перерыв это очень серьезное лечение лавровый лист обладает противомикробным и заживляющим действием для кожи все кто хочет похудеть все кто мечтает о стройной фигуре поможет также отвары лаврового листа скипятить 1 литр воды поместить туда веточку щепотку корицы и пять лавровых листьев прокипятить 15 минут на медленном огне дать остыть и принимать по одному стакану в день последующие три дня в это время все кто принимает отвары настоя лаврового листа категорически запрещено употреблять алкоголь результат гарантирован только в комплексном подходе борьбы с лишним весом это правильное и здоровое питание лавровый лист повышает сопротивляемость организма к вирусам и инфекции особенно это в период осени и зимы важно делайте отвары лаврового листа по рецепту который был выше и вы используете лавровый лист не больше 10 штук в профилактических целях принимайте отвар по одной столовой ложечке три раза в день передитой в течение семи дней и вы усилите иммунитет лавровый лист снимает ревматические и подагрические боли при проблемах суставами и костями поможет мазь которую вы можете сделать самостоятельно измельчите лавровый лист до мелких крупиц возьмите сливочное масло и смешайте в пропорции лаврового листа и масло одна порция лаврового листа и два масла смешайте ингредиенты поставьте на водяную баню и нагревайте 30 минут на маленьком огне дайте остыть и втирайте в больные участки желательно это делать перед сном атакую мазь надо хранить в холодильнике также можно использовать лавровый отвар для восстановления волос и кожи чтобы очистить и освежить кожу лица можно сделать тонизирующий лосьон 15-20 листиков на 100 миллиграмм воды прокипятить 3 минуты оставить отвар на 1 час и протирать лосьоном лицо шеи зону декольте хранить этот отвар в холодильнике в течение месяца лавровый лист помогает при неврозах и беспокойном сне особенно если ваш ребенок плохо спит и вы раздражаетесь на него потрите лавровый лист между пальцами и подышите этим запахом попробуйте принять ванну с лавровым листом и это тоже процедура принесет вам результат но используя для детей обязательно надо советоваться с врачом лавровый лист возбуждает аппетит и кому трудно заставить себя поесть рекомендуется настое лаврового листа также 10 листиков залейте 300 миллиграмм кипятка настаивайте в течение часа и выпивайте по 100 150 миллиграмм лаврового настоя перед приемом пищи лавровый лист замедляет и предотвращает развитие опасных заболеваний таким относится рак диабет туберкулез для профилактики используем лавровый лист как настой из любого рецепта который я перечислила выше если вы страдаете от отеков и избытка мочи в организме попробуйте такой отвар 3 листика лаврушки залейте 300 грамм воды вскипятите и проварите 5 минут остудите дайте остыть и принимайте по 1 столовой ложке за 15 минут до еды три раза в день продолжительность приема три дня обратите внимание на то что лавровый лист не применяется очень долго потому что он может дать вам обратный эффект лавровый лист отпугивает насекомых вредных комаров мошек даже тараканов дорогие друзья вы можете поставить в комнате такой отвар где есть насекомые и вот такая жидкость будет отпугивать их и очень хорошо использовать зажечь лавровый лист и пройтись по комнате где есть неприятный запах застой воздуха и если вы будете использовать зажженный лавровый лист он будет нейтрализовать и как бы дезинфицировать комнату в которой неприятный запах конечно лавровый лист считается магическим растением его использовали в обрядах в ритуалах люди верили что лавровые листья приносят удачу благосостояние здоровье способствует исполнению желания но для нас самое главное это наше здоровье полезные свойства лавровые листа и мы полагаемся на его волшебные для начинающих хозяюшек молодых девушек и обращаем внимание что лавровый лист мы добавляем и в первые блюда и когда готовим вторые блюда но его надо добавлять уже в конце варки буквально за несколько мгновений потому что лавровый лист когда долго кипит может блюду придать горечь и очень часто вы отказываетесь от такой прекрасной специи из-за того что просто долго ее варите я снова хочу обратить внимание все кто имеет боли в суставах лавровый лист выводит лишние соли из суставов и солевые отложения провоцируют боли и эти соли надо выводить лечение лавровым отваром очень популярно но с условием соблюдения диеты на протяжении шести дней с небольшим перерывом потом через три дня вы можете делать отвары пить эти отвары и очень хорошо использовать при ревматических заболеваниях дорогие друзья если видео было полезно поставьте класс поделитесь соцсетей со своими друзьями для кого-то оно будет очень важно и вовремя подпишитесь на мой канал просматривайте плейлисты по тематике о здоровье для здоровья женщин возраста плюс и вашей семье спасибо что вы были со мной ставьте класс подписывайтесь и мы не потеряем друг друга спасибо